Эй, рулевай! Все, мы пошли. Так команда из четырех барнаульцев и одного жителя Москвы отправилась в путешествие по маршруту БИСК-Барнаул. В городе Барнаул у меня живет давний друг, который предложил еще в позапрошлом году пойти на плоту. Но, к сожалению, я отказался, потому что это данный поход у нас второй. Потом посмотрел видео, как это происходило, и отказаться уже не смог. В этом году мужчины купили более модернизированное плавсредство. Самое сложное и одновременно радостное событие, делится Дмитрий, это как раз сбор плота. Мы его собирали возле понтонного моста, собирали сутки почти. Собрали, переночевали на берегу, потому что уже в ночь отходить было нельзя. Ребята, наконец-то мы построили плот. Сегодня второй день. Потому что чувствуешь, что сейчас пойдем уже. Вот сейчас пойдем. Закончили. На плоту есть все удобства. Рукомойник, кровати, холодильники. Кайф. Просто кайф. Здесь у нас губрик. Команда планировала добраться до Барнаула за 12 дней. Однако путешественники вдвое перевыполнили план. Шли мы 6 суток. По дороге нас достал дождь, ураган страшный. Мы стояли вчетвером, держали всю эту конструкцию, чтобы ее не снесло. У нас на борту всегда были жилеты, то есть лодка привязана сзади, для того, чтобы это было безопасно. В общем, держим. Ветер такой, что надуло все. Просто вот. Держим, чтобы не снесло. И все равно поем песни и не унываем. Не унывали путешественники и из-за небольших инцидентов. Три раза сели на мель, один раз не заводился мотор и порвалась лодка, которую сразу же починили. Причалили мы в Барнауле. Приключения заканчиваются. Напротив городской пляж. Цель сплава успешно выполнили. Достигли пункта назначения, отдохнули, порыбачили и изучили уголки Алтайского края. Я вообще влюблен в Алтайский край, в Горно-Алтайск. Могу просто прилететь на выходные к друзьям. Это отличное место для отдыха, для общения. В планах на следующий год улучшить плод и пойти по руслу реки дальше, в сторону Новосибирска, за камень на оби. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.